Сейчас, подождите еще. Ну, вы пока говорите, кто вы и откуда? Я... Меня зовут Сергей, я из Минска. Ну, с вами как бы связаться и просто как бы так вот... Сейчас занимаюсь как бы активным поиском как бы всего, что связано с православной верой. Так, что-то не получилось. Еще раз попробуйте. Сейчас. Мне просто перезапустить, надо закрыть полностью скайп и снова включить. Ну, хорошо. Закройте и запустите. А ты продолжай снимать. Все, запускайте. Вот так. Ну, не все сразу получается. Минск, это Белоруссия. Вот он что. Я его первый раз вижу, не знаю. Ну, людям нравится. Не то, что нравится, а они с делами идут. Вопросы важные. Сколько людей через интернет пришло. Некоторые там были где-то в сектантах пришли, стали православными. Особенно один мне писал, говорит, я уже совсем ушел к сектантам-баптистам или кому-то, говорит. Ну, вот на вас наткнулся, говорит. И сейчас я вернулся. И что интересно, закончил уже после этого семинарию, академию. И доктор богословия стал. Ну, я нынче ездил туда два года назад в тот дальний город. Даже говорить нельзя. Сожрут его попы сразу. Что-то нечего? Нету ничего пока. А что это такое? Почему? Интересно. Ну, не знаю. Может, он значок не нажимает? Ну, какой? Ну, посмотри. Видео. Что нужно нажать? Вот этот? Нет, вот видео. Я говорю, не вам, не вам, не ему. Нет, я нажимал сразу в видеовызов. Ну, на видео-визу посмотрите, может, что-то можно сделать. Если ничего нельзя, тогда я сейчас позвоню вам. Давайте попробуем. Ну, сейчас мы попробуем. Вот. А как? Вот так вот. То же самое, да? То же самое. А с чем это связано? И видно, что накручивает. Должно бы открыть. Но вы пока немного рассказывайте какие вопросы, чтобы время зря не терять. Я, как бы, суть в том, что крестили меня в 7 лет. Ну, где-то в 6. Я помню, как меня крестили. Но так как у меня, как бы, одна бабушка католичка, а вторая православная, та, через которую крестили через православную, ну, мне никто ничего не дал. То есть ни основ веры, ничего абсолютно. И вот, как бы, вот совсем недавно, буквально пару месяцев назад, я, как бы, сам, ну, начал изучать веру, интересоваться, как бы, и сейчас вот активно занимаюсь изучением, поиском. Поэтому, и вот случайно я на вас натолкнулся, и тут у меня список вопросов такой возник к вам. Хотелось бы с вами поговорить. Давайте. Так, у нас все выставляется в интернет, что записывается. Вы не против? Нет, не против. Все, давайте, говорите. А что нам прятаться-то? Прячутся люди, у которых что-то темная сторона есть. Мы говорим о божественном. Другим это полезно. Если вы посчитаете, что это будет полезно другим, то не вопрос. Да, да, давайте. Во славу Божию. Ну, вот, мне вот такое, часто у вас вот находят, что вот крестили без окунания. А что теперь? Крещение принять, это обман был. И у нас каждый год в июле крещение. У нас приезжают отовсюду, из Франции, из Германии, из других, из Казахстана, Киргизии. Люди, где не хотят крестить, приезжают, принимают крещение. Иеромонахи принимают и возвращаются, и дальше служат. Это же делают монахи. Монахи на Афоне, они вот это мощение не принимают. Они принимают безумие, творят патриархийное. Не в полное погружение, то есть совсем нет погружения, даже обливания-то никакого нет. Обливания-то, значит, надо раздеть и три ведра вылить во имя Отца и Сына Святого Духа. Ничего нету, обман. Это просто хищники, волки пробрали в церковь, и они все изгадили. Но это зачем смотреть? Твоя душа тебе верена. Вот вам ответ. Помаленьку собирайтесь и приедете, или там поищите где-то. Просто как бы крещение я помню. Я еще хоть где-то был 90 или 91 год, хоть я был как бы маленький, но я помню, как это был процесс. Там просто взяли, попырскали нас маленьких и все. То есть обманули. Они сейчас сказали, да еще и деньги заплатили. Ну, я как бы насчет денег не знаю, потому что... Без денег не крестят. Даже знать не надо. Вот вам ответ. Дальше. Так а что... То есть, просто креститься же второй раз нельзя, а как... А его не было первого раза, то остановитесь. Крещение, погружение означает, его не было. Какой второй раз? Я сравню вот в темноте, свет выключили, когда у сберкассы получали деньги-то. А дома ты разобрался там в фантике. От конфет. Ну, так второй раз пойдешь получать. Да нет, ты не получил, тебя обманули. Это обман был. Был обман. И надо принять крещение, иначе ты окажешься вне врат Отчизны Небесной. Весь свет сказ. А как делать с тем, что уже как бы я вот первый раз 12... 22 ноября первый раз причастился. Ну и что? Это не мешает. В житиях святых написано, причащали еврея, оказался не крещеный. А причащался, исповедовался. Ничего, говорит, прими крещение, продолжай дальше. У нас приезжают священники, принимают крещение. Так он не только причащался, он литургию совершал, да ничего нет. Надо принять крещение. И все, погружение принять полное. И дальше начинать служить. И получается, крещение это будет первое, и как бы с крещением... Никак, его не было, его не было. И никак, то есть оно и с крещением же как бы прощаются все грехи человеческие. Да, конечно, то есть вы как бы родились заново. Только надо приготовиться, быть в оглашении, держать связь. Мы вам маршрутку вышлем, и дальше будет видно. Все делается бесплатно. Ни копейки за это не платится. Так у вас, я смотрел ролики, вы в реке крестите. Сейчас зима. И река, а пруд у нас, пруд. Искусственное водоем, озеро. То сейчас же зима. Ну и 7 июля. А июля? Раз в году. 7 июля, если это воскресенье падает. А если 7 июля попадет на понедельник, тогда в следующее воскресенье. Какая нужда? Крещение от 3 до 5 лет. Норма. Это епископ Нон говорит. Жития. А оглашение, вот вы говорите, это... Ну вот, вы у нас тут будете, на наших... Я вот сейчас поговорим, я вам скину наш сайт, форум, все. Вот и оглашайтесь здесь. Как у нас занятия идут в университете. Толкование, блаженного фефилакта, у нас книги есть. Я вам все скину. А вот вы про сайт Уралзон слышали? Школа покаяния. Нет, а где это такое? Это Екатеринбург. Православное или нет? Да, православное, там Масленников, если такого. Ну, надо узнать там, что так я заочно, как сказать-то? Не знаю. Просто сайт у них, по-русски, уралзвон.сайт. Я не пойду, потому что у меня даже и времени нет. Другое, например, спрашиваю. Ну, что, как бы, они по оглашениям занимаются, как бы, по Игнатию Бринчаниному, как бы, вообще, ну, подготовку к причастию, подготовку к исповеди, там, подготовку к крещению. То есть, они людей оглашают в церкви, прежде чем он вообще допускается к причастию. Ему там, даже, как бы, по вере принимают экзамены у них в храме. У нас это как раз и делается не по Игнатию Бринчаниному, а по Святой Библии, по всем святым отцам, по канонам церкви, по житиям. Ну, Игнатий Бринчанин, он говорит, что он от себя, как бы, ничего не говорит. Это все он по святым отцам и по Библии собрал. Ну, и слава Богу, слава Богу. То есть, они говорят, но если только вы были моченые, вас крестить не будут. А вы имеете в виду наши современные церкви, да? Современные, кое-где будут. Если вы поедете около храма Христа Спасителя, храм на Берсеневке, метров 200 рядом, там отец Кирилл Сахаров, там могут покрестить. Надо найти где-то, если вам далеко ехать. Ну, еще у нас были из Краснодара, там отовсю, приезжали откуда люди. Приняли крещение, вернулись и служат. Сатана заблокировал. Любыми путями не давайте, чтобы покрестился, чтобы не родился свыше. А для рождения свыше надо признать себя погибшим грешником. Второе, что за тебя умер Христос. И жить, конечно, по заповедям. И дали принять правильное крещение от рук священника. Сейчас вы не рекомендуете, как бы, вообще, как раз не крещен, причащаться, ходить в храм? Не надо. Если вы уже начали готовиться, причащаться не надо. Надо ходить в храм и соглашенными выходить. А с соглашенными выходить? Выходить. И готовиться. То есть вы признаете, что нельзя присутствовать на литургии? Конечно, нельзя. То есть вы уже сами себя признали. Крещения не было. И с соглашенными выходите. А если уже все там знали, где, как есть, ну, тогда, кажется, в стадии купнослушающих, такой есть четвертая ступень, может даже не выходить, если за вами нет таких грехов смертных. Но вы уже ходите в храм, священнику уже платите десятину сразу. Десятую часть дохода. Где вы? Причащались. Где были? Где будете жить? Ну, потом дело, что я еще как бы в храм ходил. Ну, то есть у меня было даже, вот я в несколько уже храмов просто искал бы. Просто очень сложно найти. Вот я пришел на первое причастие. Я вообще пришел не на причастие. Я пришел на исповедь, чтобы на следующий день причаститься. У меня был, ну, как бы был пост, который как бы сам себе назначил, читал перед первым причастием каноны. Это Спаситель, Пресвятой Богородицы, последний к причастию. А пришел на исповедь, священник говорит, давай к причастию. Я говорю, я еще не готов. Я говорю, еще кто-то, кто-то, кто-то не сделал. Нет, ничего не знаю. Первое слово от Бога, второе слово от сатаны. Пошел к причастию. Я говорю, ну, как так, ну, типа, ну, что, мне пришлось подчиниться. А потом мне просто, как бы, ну, это вообще, как бы, ну, то есть, ну, я даже, вот, получается, что в тот день, который я попал на исповедь и причастился, я даже, получается, не на тощах был. Вот понимаете, что? Иоанн Затаус говорит, если священник недостойно причащает, гибнет сам и губит того, кого причащает. Это оба слепца. Слепой и слепого ведет. Вот, еще раз говорю, все неправильно, все беззаконно. Вы должны исповедовать жизнь свое от рождения, сколько помните. И дальше... Я бы это делал. Да, все абсолютно, помочь человеку в этом деле. Ну, какие там курсы, что ведут, ну, я знаю, что они не библейские, это определенно. Должны быть библейские курсы. Вот у нас подготовка шла 500 часов, академических, в университете, к окрещению 500 часов. Ну, что сравнивать одно с другим? У них 148. Да? 148. Что? У них 148. 148 часов идет. У них? Ну, тут много, хорошо. Ну, только узнать, что они приводят там. Что Библия должна, Святая Библия на первом месте быть. Все. Игнатия Брянщинина, Иоанна Златоуста, каноны. Все надо проверять по Святой Библии. Потому что... Бог спросит с меня. Потому что 1248, Евангелие Тиана написано. Христос говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас. Оно. Не собор, не епископ и не патриарх. Оно. Значит, по нему я должен жить и смиряться. Никто тебя не спасет. Златоуст говорит, ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Доверься Богу. Если вы уже решили сделать все по Святой Библии, вопрос один. А вот нательный крест, которым меня крестили, который уже получается, вот сейчас я его достал. Что мне с ним делать? Ничего не делать. Так и носите. А приедете сюда во время крещения, вам священник снова его наденет. Если сюда трудно объехать, езжайте на Афон. На Афоне там вас сразу крестят. Они вот это мочение лбов совершенно не принимают. Это, говорит, волки лютые, вас обманывают. Волки лютые, патриаршие. Ну, вот сейчас я в храм, который хожу, допустим, стоит большой такой... Я так понимаю, что сейчас крестят, наверное, саму... Потому что у них стоит типа бассейн в храме, в нижнем храме стоит такой типа бассейн, где даже несколько взрослых человек помещается. Полностью с головой, чтобы прямо ты стоял и мог уйти под воду трижды. Я просто не существовал. Но заранее сказать, что ты был моченый. Будут ли они крестить или не будут? Если будут, готовьте, крещение там принимай, и все. Ну, я понял. Ну, нужно подготовиться. Конечно. Конечно. Вы сколько там летом дождитесь, вот как я сказал, хотя бы июля. В озере, чтобы он пошел. Если озеро есть рядом, если нету, тогда в купели. Если нету, а ни реки, ни озера, ничего нету, тогда в купели. А такого, говорите, 7 июня, да? Или июля? Июля, ля, ля. О, ля, да? Июля. А за ним август идет. У нас тщательно подготовлено. Подготавливается. Накануне будет, кстати, церковный собор, это... Приходской совет. Задавать вопросы. Допускать или не допускать. И даем рекомендации священнику. Вот сколько за и сколько против. А священник уже решит. Угу. Ясно. А вот еще такой вопрос. Вы как бы вечернее правило, я так понимаю, у вас свое, да? Ну, как свое? Ну, утреннее вечернее, как бы не по молитвослову. Вечернее у нас не по молитвослову, а утреннее по молитвослову. Вечером более краткое. У нас тут четкие 10 по 10, 100 поклонов. Считаем три святоя своими словами. Вечером уже уставшие. А утром считаем три молитвы по молитвослову. Дальше одну славу, несколько псалмов на русском, из псалтыри. Ну, а потом всех поминаем, и опять 100 поклонов. Ребята у меня кланятся земными поклонами, а я поясными. Просто тут у меня возник вопрос, на который ответ ни у кого и нигде не смог найти ответ. Вот там вторая молитва Господу нашему Иисусу Христу. Там есть такая строка, вернее, где написано, что «Духом твоим святым им же осветил Ииси твои ученики». То есть Иисус Христос «Духом твоим святым, которых ты осемил своих учеников». А какой Дух Святой у Иисуса Христа? Это второе лицо Троицы Христос и третье. Он Дух Святой Христов, Дух Святой Отца Небесного. Он говорит, я пойду к Отцу Небесному и пошлю вам Духа Святого. Нет, да, тут написано «Твоим». И он Дух Святой, Духом Святым. Отца? Отца. А тут написано «Духом твоим». Твоим, это его. То есть три лица Троицы, они равночестные, равнопоклоняемые, равнославимые. Ну, так я это понимаю. Вот почему и написано, что именно Духом твоим. Ну, его и Дух, и есть он его Дух. Просто я знаю, что у католиков Дух Святой от Иисуса Христа тоже исходит. Святые отцы половина, Сергей, понимали, и так, и так. Потому что Библия говорит и так, и так. Я пойду и умолю отца моего. Я умолю, то есть как бы сам не могу. И отец пошлю Духа Святого. А в другом месте написано «Я пойду и пошлю Духа Святого». А это в Библии, да, кстати. Так что и то, и другое действительно. А вот вообще как бы хотелось узнать отношения, что вы думаете про католиков и мусульман? Это большая разница. Католики – это настоящая церковь со множеством заблуждений. Они идут, рукоположение держат от апостола Петра, а у нас от Андрея, его родного брата. А мусульмане – это совершенно другая религия. Он был очень интересный человек, там, торговец, Мухаммад. И он многое слышал. И что, а там рядом жили иритики, евреи. И он от много-много там зарастризм, и что только там не встречается. Вот и все. Составлено, как это все было. И у них священная книга называется Коран. И Коран этот, у меня 18-й том. Я разбираю его по сурам, ай-аятам, весь Коран в сравнении с Библией. У меня другой подход, чем у Данила Сысоева. Я слова Мухаммад, Коран, Аллах не поминаю никогда. Я святая Библия, Иисус Христос, спасение в вечности. И человеку два пункта нужно выполнить. Родиться свыше и быть Вадимым Духом Святым. Все, ты спасен. Что значит родиться свыше с вашей точки зрения? Да вы зайдите у нас на форуме, я уже объяснял многократно. И зарядите на форум. Я вам скину. И зарядите рождение свыше. Признание себя грешником, погибшим окончательно смертным. И спасение нигде нет. Что за грехи умер Христос, и принять крещение с полным погружением. Три пункта. Хорошо, а вот по поводу мусульман. Вы упомянули Сысоева. Я вот точку зрения знаю. И вы ее как бы поддерживаете, что это все-таки не от Бога, а от дьявола? Видите, моменты, которые он разбирает, там беснование и прочее, конечно от дьявола. Но там много хорошего. И хорошее это настолько хорошее, что у нас этого даже нет. Вот пятикратный намаз, молитва. Что, это от дьявола разве? Это надо смотреть. У нас от дьявола-то сколько всего накручено? Сколько лжи? А лжец дьявол. А лжи отверху до низу все пронизано ложью. Кругом измена, трусость и обман. Как патриарх это сказал Николай Второй при отречении. Вот. Пять раз становится на молитву. Да у нас единый раз за всю жизнь человек посередине дня не станет. А у нас написано в Солом 118, 164 стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твои. Славить Бога за суды, за войну, за все, что у нас есть. Вот как. У нас этого нет. Дальше. Как целомудренно женщины у них одеты. Как они заботятся о сохранении девственности. Да у нас не то, что сравнивают. Мы просто срамота одна поганая перед ними. У нас уже в восьмом классе трудно найти девушку. А у них, если хоть одна найдется где-то, ее смерть ждет. Нам сравниваться даже не надо. У них сколько пьяниц на дороге? Ни одного. У нас сколько? У нас сколько абортов? У них сколько рождают? У них прямо. Подари Аллаху пять сыновей. Вот наша мать, у нее пять сыновей, пять дочерей. Да нам... Мы до мусульман-то никогда не дойдем. Почему Дмитрий Смирнов по селовым структурам около патриарха стоит? Он говорит, здесь другие будут жить. Мы хуже мусульман по всем параметрам. Им не надо только Христа принять в Духе Святом. Я их знаю. Нам нельзя с ними даже близко сравнивать. Так как они молятся, где бы ни были, расстрелились до Стархан, встали, опрокинулись. Одни мужчины, женщины дома молятся. Русские принимают мусульманство, сразу же начинают молиться. А до этого ее ни один поп не мог заставить. Мы где ездили с миссией, там были в Турции, шесть мусульманских республик где-то. Какие они хорошие, какие трудолюбивые. Как они относятся к Аллаху, к Богу своему. Вот как. Поэтому в этой стадии им надо дать Христа. То есть познакомиться со Христом, со Святой Библией. Так вот видите, так а почему у них в Коране есть Христос, но он не Бог, а он пророк у них? Да, я знаю про это. Так а почему так? Потому что это обман. Вот так вот именно. Так а обман от кого? От сатаны. Так и сатана же тоже не глупый. Он бы не дал бы чисто все плохое. Он тоже понимает, что если бы он дал одну... Понятно. Ну так получается. А у нас-то сколько всего? У нас-то сколько всего? Если разобраться, так у нас нисколько не меньше этих глупостей-то. Так вопрос, а чем у них это поддерживается? Кому они молятся? Ну а сейчас мы не о них говорим. О них говорится, что возьмите, у меня 18-й том, все написано. Считайте, что там Даниила Сысова написано. А эти вопросы-то решены, нам зачем время тратить? Меня и так упрекают. Вы отвечаете на одни и те же вопросы. Я вас отсылаю, куда показываю. Зайдите на нашем сайте, и там найдите мусульманство, и там все описано. Я вам скину сейчас сразу под ролик, вы смотрите, будет. Хорошо. Еще что? Я сразу вам скажу, что более полного ответа на основании Библии вы нигде больше не найдете. Нету. Их, конечно, нету. Вы именно про поводу католиков и мусульман, да? Да, везде. Все там есть, 55 папок. И только откройте, там вопросы, считайте вопросы. Ткни вопрос, сразу открылась тема. Ну, у меня 38 томов написано, это что-то значит. Я вас что-то видел и скачал даже всем, но просто как бы, я столько, ну, просто пока еще не в состоянии просто объять. Ну, вы по вопросам пройдите. Сейчас я скину на сайте вопросы, справа. 4124 вопроса я отвечаю, но это не два вопроса тут. Я понимаю, ну, просто 4 тысячи, это я даже, я просто не представляю, за сколько вам это времени и сил понадобилось, чтобы это все создать. 53 года. Если сказать, я всю жизнь учусь. Потому, мой путь просто повторить невозможно. Это Бог так назначил. Вот как путь Солженицына, его нельзя повторить. У меня тюрьма за плечами, лагерь, психиатрия, 26 лет только меня мучили. У меня биография совершенно необычная. Меня с детства Бог избрал, я знал, что я избранник. Я это знал. Потому, у меня проверялось одним, что я всегда старался где-то спрятаться и помолиться. Хоть в армии, хоть где. Я знал, есть ад, есть мучение. Но до встречи с Евангелием я не знал, что спасение есть. Я знал, что я буду в аду. Я не делал, что люди делают. Воруют, матерятся. Я ни одного матерка не сказал. Но я знал, что я буду в аду. А потом я прочитал это у Пимина Великого. Игнатий Беречина говорит, если у тебя нет страха, как баптист, любовь, любовь. Начни сначала. Все это обман. Начало мудрости и страх, Господень. Да. Этот урок я уже усвоил. Ну вот, слава Богу. Дальше. Просто вот такой вопрос. Как сейчас мне в нашем современном Вавилоне, с современным священством, как к новообращенному, как нужно, с чего начать, куда, как поступать? Я понимаю, что нужно начать с основ веры, с изучения веры. Я этим сейчас занимаюсь очень интенсивно, очень сильно. Но я вот просто захожу в храм, и священник, который я уже причащался, который исповедовался, он даже не спросил, как меня зовут за все это время. Ужас какой. Ужас. Боже мой, мы все ошиблись. Вы неправду говорите. Обманывайте меня. Ну, честно говоря... Ну, люди будут сейчас слушать и скажут, Игнатий специально, товарища, через стенку сказал, ты говори вот такое на патриархиве. Ну, не обманывайте. И таких священников не бывает. Я искал, почему в другие храмы заходил. И меня, вот, у меня как бы брат двоюродный, он тоже в другую церковь входит и говорит, что у него там настоятели очень знакомы, как бы к нему постоянно ходят, причащаются. Предложил к нему, там, отец Святослав. Я пришел к нему, ну, вот, чтобы на исповедь просто, как бы на первую исповедь хотелось, ну, там, она была большая, ну, там, и грехи по Игнатию Бринчамину, Нинову там, получается, 10 листов почти получилось, как бы, если досконально подходить. Город какой? Минск, Минск. Минск, ну, вот, ладно, понятно. Дальше говорите. Я подошел к священнику, и вот я к нему через брата договорился до службы. Мы с ним целый час проговорили. И вот он говорил обо всем. Как хорошо служить в Минске, а не где-то в деревне. Как он рассказал мне про свою биографию. Ну, то есть, обо всем, и в то же время ни о чем для спасения души. Ну, ни о чем абсолютно. И он там спросил, у него только поинтересовался, где я, где работаю. Ну, такое чувство, что он меня оценил в качестве прихожанина, сколько я смогу ему принести в храм день. Именно так. Абсолютно верю я вам это. Вы перед Богом это говорите, не обманываете? Ну, я знаю, что клясться нельзя, поэтому я вам говорю, что так было. Ну, чтобы другие, которые будут слушать это, не сказали, что это подставное лицо сказало. Я знаю, такие они 99%. А может быть и... Почему? Потому что патриарх Алексей это сказал. Он говорит, каких бандитов напринимали в церковь? А я думаю, а ты-то главный покровитель, крышуешь их. Ну, я не скажу, что он бандит, просто у него храм строится. И я понимаю, что ему это нужно, что это у него сейчас первостепенная задача, что в многих вещах он занимает. И еще другой вопрос, у него просто не спрашивают про эти вещи. У него сейчас другие стоят цели. И... Ну, просто как вот что мне, вот мне, христианину, который хочет стать христианином, который хочет стать не рабом, а отойти от раба сатаны, а начать обратиться к Богу. Ну, куда мне податься просто? Вот в чем вопрос. Если я вам все это отвечал, зайдете на наш сайт и на форум, и там найдете поисковик. Вот то, что мы сейчас беседуем, это будет неделю через полторы выставлено. И вы еще раз внимательно прослушайте, что я вам говорил. Но сейчас я вам сброшу данные. И вы зайдете там, что спасение, вера, и там найдете, по вопросам пройдете. Я отвечаю согласно Библии Святой на вопрос. Ну, я в пяти университетах вел занятия, это что-то стоит. Три радиопрограммы регулярно вел. Одна прямым эфиром, часовая только была. Значит, первое, по Святой Библии все отвечаю. Во-вторых, по Святым канонам церкви, это 719 правил, а из них 413 каждый день нарушается в храмах Московского Патриархата. Третье, по житиям святых, это 1173 жития, биографии. И по Святым Отцам, это 300 томов палеантов. Вот по этим я всегда отвечаю, по этим моментам. Еще беру из литературы отовсюду. Конечно, людей это привлекает. А священники лопаются от злости. У меня нет образования никакого, но я всю жизнь учусь. Понятно. Я понял, что нужно еще учиться и учиться. Учиться всю жизнь. А там Бог направит. Товарищ Ульянов так и учился. Учиться, учиться, еще раз учиться. Начать подготовки с крещения. Начинайте с Евангелия и зайдите, то, что я вам сейчас покажу. Вы найдете там крещение, подготовка. Вы все найдете. Пишется письменное заявление. Что вы знаете. Ну, то есть, абсолютно все вы там найдете. Ясно. Человек, это Христос с бородой. Ну, что спрашивают-то. Апостолы все с бородами. Святые отцы, пойдите по иконам с бородами. А ты по стихиям мира. Без бороды-то даже разговаривать мы не будем. Что же смеяться-то? Зачем ты подражаешь миру при любодельном? Одной мамы хватит в доме. Это твоя власть. Это твоя сила. Это подкаблучник растет. Без бороды. Это гомосексуалистам только товар. На ночное время. Бороду не прикасаться. Бороду нельзя трогать. У Давида, когда полбороды отняли у них, их он не запустил послов своих. Даже в Иерусалим. А сидите в Иерихоне, год от проклятия, пока не отрастут бороды. А мы идем в небесный Иерусалим. Когда у Якова дочь Дину изнасиловали, то написано, она была обесчищена. Запомните, обесчищена. А когда бороду отняли, написано, очень обесчищена. То есть это хуже изнасилования. Но вы хотите быть малакей? Поэтому тут доказывать нечего. Бог так сотворил. У юноши растет. Дальше человек мужает. И все. У него борода должна быть. И посмотрите, какие бороды были у тех. У Достоевского, у Льва Толстого. Это же ничего нового нет. Здесь сидит Ленин. То есть Ульянов. И с ним союз борьбы за освобождение ромовщего класса. Там, кажется, 6 человек сидит. Старшему 30 лет. Все до одного с бородами. У Ленина... То есть у Ульянова был отец Илья Николаевич. Там он инспектор училищ. И показывает учителя, инспектор. Это большой зваль. Все до одного с бородами. Ну, посмотрите. Царь Николай II, Александр II, III. Все с бородами. А Николай II-то там бородка? Ну, бородка. Ну, я просто сказал, что... Посмотрите. Фридрих Энгельс. Карл Марс. А я даже делаю так. Сравнение. Вот Фридрих Энгельс I. Там во. Карл Марс. Там не видно даже рот у него. У Ленина клинышек. У Сталина усы. А у Хрущевой на голове нет еще. А вот, кстати, Николай II. Вот вы к нему как относитесь? Как... 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 К мученику. Левит 1927. О бороде. Левит 1927. 1927. Царь Николай... Это был самый никудышный царь. Хуже его никого не было. В российском царстве. Безвольный. Да, знаете, Николай I или Петр I или Иван Грозный позволили бы, чтобы так играли страдою. Всю ее на Голгофу потащили. Сто миллионов голов отрабили-то. Да он бы, говорит, повесил их тысяч пять этих декабристов. То есть 200 лет слова революции не поминалось бы. Но в отношении веры это был лучший царь. Он никому не мстил. Он сказал, я умру, но наказывать не буду. А те до последнего колена выжили бы, как Сталин. Поэтому как царь он был совершенно никакой. А канонизация как относится? А канонизация это за его мученичество. Он каялся во всем, просил прощения. Что там отрехся и проще. Это святой царь. Я ему каждый день молюсь. Ясно. Ну, в принципе, я так... Просто я очень много слышал, что у него было очень... Но все свое мнение связано с его гордыней. Ну, это в монахе гордыня прелесть. Ну, то, что угодно можно... Почему? Потому что они, монашество, все священники поражены гордыней и прелестью. И они это клеймо на каждого лепят. Потому что он задыхается от гордыни. Вселенский собор он по-своему делает. Библию написано, он по-своему. Христос 30-летний вышел. А они там в 17-18 лет ставят священники. Вот где гордыня дьявольская. Это в самом рукоположении заложено. Они, может быть, никто перед Богом. Но я их признаю за священников. Я подойду благословляться даже у молодого. Да говорят, это антиномия. Это невозможно. Ну, такой, как есть я. Несоответствие. Я ему буду говорить, что неправильно. Я говорю, посты у нас в православии, они не евангельские. Их не было в Евангелии. Нету. Петров, пост рождественский. В апостольских правилах говорится только о Великом перед Пасхой и среда и пятница. Но! Большое но. Но я православный. Поэтому и строжайше исполняю. Но у меня есть мнение. Все. Я за монашество. Но не без всяких обетов. Чтобы одинокие, для Бога, миссионеры были. А потом старых докармливали, допаивали, которые не могут. Но не такое, что дал обед и теперь жмется там где-то и никого на благовестия нет. Это не то. Я за мощи святые. Их все надо изъять и с честью похоронить. В прах ты их в прах возвратишься. А не резать их там, монтируют где-то во что-то. То в материю, то в кресты, то в иконы. Это совершенно не надо делать. А вот вы еще говорили, что вы молились в мечете. Что? Вы говорили, что вы молились в мечете. В мечете молились. В мечете, да. А пророк Моисей, чтобы помолиться, выходил за горы из-за того, что кругом язычники. Да. Кто, который Моисей? Какой? Ой, ну, который выводил израильтян с Египта. И где этого нету. А то он, получается, скрижали ходил. Он как раз и молился в Египте. Не, он за... Ну, когда ему фараон просил, помолись за меня, он говорил, я пойду в пустыню, там помолюсь. Да не поэтому. Это вывести народ надо было, а не в пустыне. Ну, так Синяев толкует. Нет, нет, это не для молитвы. Он говорит, что надо выйти из народа, там я и помолюсь о тебе, когда ты уже плавать в воде будешь. А Синяев толкует, что он потому, что не хотел там, где языческие идолы молиться. Ну, ладно, я ответил. Пророк Илья не боялся молиться, а 850 голов оттяпал и все. Молитва в любом месте написана, на всяком месте. Христос ответил Самарянке. Не там и не здесь, говорит. В духе истине. Что придумывают-то? Это совершенно уже не знают. Где ты молился? Неемия стоит перед царем. Неемия, книга Неемия. Откройте первая глава в Библии. А он заботился о народе. Как вывести из плена? Он в заботе был. И вдруг царь на него взвинул. Так, ты болен? Нет, ты не болен. Вот эти слова Сталин. Сказал кому, глаза у тебя что-то бегают. Уже все, сгинул. И он говорит, я сильно испугался. А был в виночерпе у царя. Значит, через звено можно было отравить царя. Я сильно испугался и помолился. Вокруг вельможи стоят. Что он, кланялся или что-то? Он мысленно сказал, Бог и Его, помоги. И стал говорить. И сердце царя и царисы расположилось. Его отпустили. Неемия и Ездра. Почему не канонизированный Ездра? Более высокого в Ветхом Завете человека не было, как Ездра. Его даже не канонизировали монахи. Он собрал канон книг Ветхого Завета. Он вывел народ из плена. Он отстроил Иерусалим. Устроили полный развод, очистили племя израильская. И нигде ни одного греха не было, как у Давида у Соломона. И его нету списка святых. У нас детей-то во имя Ездра нету. Это даже вообразить нельзя. Более святого, более возвышенного человека не было в Ветхом Завете. А как почему? Да потому. Потому что Библия. Где Библия, там монашеству делать нечего. А он собрал Библию. Это от ненависти сделали. Я долго исследовал и нашел. Почему на русский язык не давали Библию переводить? И, наконец, я нашел в архивах. Потому что архивеи говорили с царю, как только переведешь Библию на русский язык, народ будет ее понимать. И в стране сразу произойдет революция. Они поймут, что не туда ведем народ. Вот почему. А вот насчет Давида, по поводу молотилок и печей, и всего остального, что там в конце упоминается. Это вы как-то в каком-то ролике слышал, что вы это ему приписали, что это он все делал. Хотя вроде как... Что делал? Ну, молотилки, печи, людей резали. Почему это так написано в книге? Ну, там написано, что после такого, как завоевали город, и были молотилки, было там жатва. Ну, это как... Многие говорят, что это можно там толковать или понимать как произвольно. А вы сказали, что это... Никак не произвольно. Он нас венцем устроил. Да что бы вы думали-то? Кого вы оправдываете? Нужно ли лгать ради Бога, как Евг говорит? Это все было реально. Он пленных положил, теперь веревкой отмеряют. Ну, веревка может быть метров сто. Сколько веревок? Этим голову рубить, а этих с ущелья сбросить. А этих в печах молотильные... По ним, чтобы молотильные ездили машины, трактора. А вот этих, вот этих в печь бросить. Это садизм самый настоящий. Никто это не одобрит-то. Как это? Какое-то тут? Тут прямо буквально все написано. Что вы думаете-то? Так а чего Бог, когда Давид сделал два греха, прибыли бы деяния и убийство это, он прислал к ему пророку, а за это он даже у него ничего не спросил? Бог сделал это. Это к Богу вопрос. Ко мне зачем? Он должен был умереть, Давид. Тогда псалтыри бы не было. Бог знал, что будет дальше. И он ему простил это. Пророк, он говорит, я согрешил. Он говорит, и Бог простил тебя сразу. Пророк Нафан имел ответ от Бога. Вот как. Он говорит, что это царство. Ясно. Так, все? Ну, этот... Вроде как... Ну, все, Сергей, ладно. Значит, когда будете вам заходить, сначала напишите, здесь я могу ли принять. Сразу не выходите. Хорошо, я вас понял. Так, вы сейчас смотрите, я вам скину большой материал. Все, с Богом. Спасибо. Слава Иисусу Христу. Во веки слава. Отремонтировать надо глазок вам. Что там, почему не идет. Все. Ну, тут в том дело, что встроены. Ну, что-то надо узнать. С кем-то переговорите в других местах. Я вас не видел. Я вам поверил, что есть. Я бы разговаривать не стал, если не было. Но я вижу, что колесико крутится. Я вас видел. В прошлый раз он работал. Ну, вот видите, нет. А сейчас я даже себя не вижу, что он меня даже не показывает. Ну, вы меня-то видели? И вас я вижу хорошо. Ну, во славу Божию. Совершайте крестное знамение правильно. Доносите до плеча. И поклон должен быть такой, чтобы рука могла пол достать. Хотя руку не надо опускать. Ясно. А вот по поводу двуперстного перста. Вы же вроде двуперстным креститесь. Да, мы так научены с детства. И в церкви православно разрешается двуперстно-траперстно. А первые христиане, златоуз, говорят, молились одним перстом. А католики питьют пятью. И спрашивают, какое самое правильное. Самое правильное, когда католики молятся. Вот так вот. Это самое правильное. Потому что здесь крест вещественный. На вещественном кресте распят был человечество Христа. Божество бесстрастное, говорит Иоанн Златоуст. Это мое мнение. Но я молюсь так, как научен с детства. Ну, ясно. Вот так. Так молился князь Владимир, Сергий Радонежский, основатели русского монашества, Феодосия, Антоний. Ну, все до Никоновской безумной реформы. Это Никон расколол церковь. Раскольники это православные, не старообрядцы. Он расколол чурку. Не топор. Топор виноват, а не чурка. То есть вы считаете, что Никон был неправ, да? Да кого неправ? Это Сталин. Это мучитель был. И вот за антихриста по-другому не называли его. Расколол Россию пополам, а тут и революция рядом. Неужели правильно? Так молились, а теперь пальцы рубить. Богослужение все исказило. Они о Библии-то не разговаривали. Есть такой фильм Николая Достоля «Раскол». Кажется, серии 12 или 20. Да, на азбуке веры там лежит. «Раскол» фильм называется. Конечно, Никон не прав. Какой он прав-то? Дальше начали мучить, селом заталкивай. Как сейчас? Кто не причащался? Исповедуйся чаще, причащайся. Кто это придумал? Не, ну это ж уже не Никон делал. Он же к этому времени отрекся, снял себя сам. Это уже в конце, когда все уже на полную мощность машина репрессивная работала. Он и с сарем не поладил. Вот где гордыня-то и прелесть была. В самом Никоньянсе гордыня и прелесть до приезлиха. Вот где. Своих родных вчерашних соратников всех на костер возвел. Протопопа вакуума сжег. А его за святого теперь старобрядца посчитают. Так он же сам себя сжег. Кто? А вакуумов. А как он себя сжег? Ну сказал, сказал это, сказал, что идет это, ну как, я допустим читал, что он просто... Да нет, нет, его срок сделали. Их троих сожгли в этот день. Его сожгли. Еще лучше придумали, себя сжег. Ну вообще в голове-то что у тебя, Сергей, каша или малаша? Я просто сильно этот вопрос не изучал. Я как бы так вот... Ну это не все знают даже. И советские все знают. Ну ты иди в гугл. Протопопа вакуум. Ну что придумывать-то? Это получается, как есть один день Ивана Дениса этого... Иван Васильевич меняет профессию. И там говорит, у меня был такой, хотел крылья. Так я его на пороховую бочку посадил, говорит, и взорвал. Пускай летит. Ну так нельзя же. Не, ну не то, что сжег. Ему просто предложили, как бы он не захотел выходить и остался гореть в избе, что... Да ничего не было. Его заключили, привязали и все. Этого не было. Это все обман. Это пытается теперь как-то сгладить вину палачей. Иосиф Волоский. Это Сталин православный. Какой это святой-то? На его кровь тысячи людей. Просто говорят, что, ну, как я вот слышал версию, что причина была тому, чтобы хотели привести, чтобы обряды реческой церкви совпадали с русской, потому что... А зачем? 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 Ну, потому что... Греки, греки уже были полтысячи лет под игом мусульман, бусурман. И книги венецианские, католические печатали. Давай по ним равнять. Ну, а почему не с апостолами-то? И Никон, и Аввакум о Библии вообще речи не вели. Надо было сравнивать, как было в апостольские времена. У нас была бы вера-то по-другому поставлена. А монахи приехали, привезли тут сундуки и ладаны, взяли лопаты, пошли копать пещеры. У нас вера-то пришла пещерная, не евангельская, на Русь пришла вера. Так, все на этом? Ну, да, спасибо. Давайте с Богом. Так, запомните, что я никогда не спорю, спорить не положено. Спорит, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Это себе просто как-то запомните. Так, бритво, долой. До свидания. До свидания. С Богом. Все. Вот слава Христу. С Минска пришел к Евгению. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.